всем привет не прошло и года что называется сейчас многие скажут наконец-то вышел 14 версии дайте посветлее себя сделаю и собственно немножко чуть раньше чем планировалось почему потому что как вы знаете есть проблема с обновлением хост сейчас покажу еще раз для тех кто не в курсе для тех кто не успел посмотреть не знает собственно 3 отключение сетевого домина ломает соответственно я сделал так что 14 версия сразу не дает работ 13 потому что не надо чтобы вылетать косяки и опять же сразу же увидите польза соглашения единый раз то есть ходить там еще раз увидеть там настройку может сбросить все это покажу видео как видите большой получается что очень много сегодня за как это короче быстрее говорить и тем не менее в общем чтобы не было таких конфликтов из-за того что crazy max помил еще раз говорю синтаксис из-за того что он поменял соответственно пошел косяки кстати сразу фанаты crazy max и там человека 2 или 3 четко типа не гони на crazy max хотят вообще-то ладно не будем сейчас этим людям бесполезно что-то говорить короче если кого-то надо делать виноватым вы уже помните лицо злоумышленное и так далее то есть все если что успокойтесь во всем виноват конечно же я хотя программа не обновлялась и ничего там не менялась и синтаксис я не менял и доказательства в сети полно или собственно два с половиной месяца вообще не трогал то есть именно не обновлял там официально соответственно все видишь что ломается из-за синтакса так вот это все неважно фишка в том что 14 версия все это дело исправляет и так давайте смотреть сейчас все-таки я сверну пускай будет так немножко темновато но главное чтобы видно был программ да и так смотрите значит первый интерфейс чуть-чуть поменял цвета и опять же об этом рассказываю только на этом канале то есть такие вот мелочи дальше что это у нас теперь кнопочки то есть для кого-то удобнее на таби да то есть бегать это тоже потом отдельно могу рассказать если кому интересно контекстную заходим пункты значит видим что теперь глава голубая окантовка то есть я поменял вместо серого тут бога я сделал такую все чекбоксы все что вы тут видите все выстроено строго по фэн-шую по все масштабы ребят я где-то две с половиной недели заниматься только ради масштабистов которые 125 процент 150 там кто-то кастом стоит 133 у меня все на такой час геометрии стоит ребят что вообще просто караул я надеюсь что вы теперь будете очень рады нашли когда пирас еще увидел в службах по моему у стаса как просто мне вот это вот лейбл или уехал вот направо меня что он чуть не со стыдами сгорел ну как это я не заметил как я еще не увидел но очень счастью нормально то есть у вас даже в проверке на вирус тысяч от китай часа очень брошу какой-нибудь маленький фалик например 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 копик мд а про конечно же про спрашивает но сейчас до этого тоже беремся очень вас здесь все выстраивается замечательно ровно абсолютно так же как в автозагрузке то есть все что вы здесь видите кстати что можете кликать по путям и собственно открывается то место где у вас там либо файл либо там ярлык либо это планировщик задачи соответственно все здесь выстроен для вас прям прекрас никакая буковка суда не заезжает все еще раз говорю чекбокс и все остальное прям точно ставят все это идет под четкой геометрии строгой очень старался для вас прям я надеюсь вы это оцените потому что я говорю очень-очень сильно за ним задолбался вот то есть у вас сейчас все это замечательно что касается активация кстати выскочил да и люди сами час спрашивают как сделать про как поддержать разрабы как заданной просто смотрите вот я даже прям как даже странно да это оказывается может быть и немало людей хотят но они почему-то не знают то есть вы гуляя по программе увидеть такой вот опять же ярлычок можете нажать на про нажимаете у вас собственно такое окошечко где можете нормально все заполнить естественно нормально еще раз говорю заполнить нормально что мне хватило реально за эти где-то два-три месяца очень много мусорных запросов которые люди просто там балуются пишут там что-то тогда то есть я сделал очень просто это кстати лишний раз когда все это заполнять то сюда нажимаете далее то есть убеждаетесь что у вас тут все нормально кстати продолжить опять же специально чтобы вы не ошибались продолжить просто так не ткнешь поэтому сделать все специально нормально и после этого вы запрашиваете про вот смотрите я например запускаю программу да вот первый раз вообще и решил ее активировать или уже допустим получал код активации смотрите Захожу, значит, в About, нажимаю Активировать И, собственно, нажимая, у меня уже есть Pro Но, опять же, вы нажимаете это в том случае Если я вам лично точно говорил, что спасибо, вот вам Pro, все такое То есть нажимаете и смотрите, что происходит Мгновенно активно про-версия, программа будет перезапущена Окей, запускается программа, и у вас сразу Pro Никаких кодов вставлять не надо Никаких там запятых пробелов, нигде не ошибетесь Вообще, это просто невозможно теперь То есть вы просто заходите сюда и нажимаете Активировать У меня уже есть Если у вас уже нет или еще нет То, соответственно, вы нажимаете Получить Ну и, собственно, открывается то окно, которое вы видите Вы просто заполняете, получаете все У вас прям удаленно все это делается прекрасно То есть один раз спустили программу в сеть Она проверяет их красота Никаких кодов, никаких там этих То есть один раз и у вас замечательно Активируется прекрасно в этом окне Просто тут прям сразу всем будет простота и это То есть не нужно ждать письмо от меня Не надо мне спрашивать там еще что-то То есть по поводу вот этих вопросов Как активировать, как то Просто нажали, просто запросили И у вас следующий запуск как только Еще до того, как я вам еще отвечу на почту Или еще там как-то У вас уже будет Pro То есть вы просто запускаете программу И у вас уже Pro Больше на все эти не лезть Соответственно, все прекрасно работает То есть у вас Pro и Pro Красота Итак, идем дальше Что у нас тут было? Контекст мне сказал Я много чего могу сейчас пропустить Потому что, еще раз говорю Это релиз немножечко раньше Потому что, ну я очень надеюсь, что нет каких-то багов Если есть, то вы опять же их найдете Хотя мне опять же помогают Вот опять же Casper 1313 Находит очень много мелочей Станислав Жук Который вообще молодец Мы сейчас доберемся тоже до него Я не знаю Прямо помог с переводом и так далее Прямо очень много людей Которые вот помогают Там где-то что-то вот замечают по мелочи Вообще, в принципе, Винтон Твикер Как я уже говорил Держится на сообществе То есть я как бы инструмент Я пилю Как вот мне кажется То есть я как бы решающее, так скажем, звено А вот эти вот всякие там вещи Которые вот там мне постоянно ругают Что это криво Это не там Это не то Я постоянно как бы справляю И слушаю как лучше Система информации Кстати, вот что-то не забыл скорее То есть если вы нажимаете показать Вы можете ткнуть на свой IP И собственно посмотреть Кто он, что он, где он и откуда То есть тоже не забывать Если вы наводите на операционное это Я, по-моему, только для бета это показывал Вы, собственно, увидите Когда вы в Windows 9 Тоже очень удобная красота Потом Значит, в службах Теперь более интуитивно все Ну и конечно же Вот эта вот Вечно включающаяся служба Когда вы их отрубаете Помните, да? Я, кстати, смотрите Поменял цвет Тоже пишите, как вам Мне кажется Темненький стиль лучше Чем был вот этот вот Белый Ну, пишите Если вам кажется Не лучше Дальше Что у нас тут Интерфейс А, контекст на минус Смотрите, ребят В общем InfoFile Я сейчас откачу Этот твик Еще раз применю И смотрите Какая красота То есть это опять же Для тех, кто вот Применял Я вам рекомендую Откатить и применить Что произойдет Вот я сейчас зайду На C Windows System32 Drivers И откроем Как вы догадываетесь Уже файл Ходз Я нажимаю правую кнопку Изменить И смотрите У меня открывается Сразу в Notepad++ То есть как только У вас определяется Что у вас есть Notepad++ У вас по умолчанию Неизвестный файл Открывается и здесь же В этом же самом Вашем любимом блокноте Если бы я Например, сейчас Смотрите Переменую эту папку Вот нет ее Все Я просто как бы Непонятно что Запускаю Миндон Твикер Кстати, зачем я его закрыл И в контексте Меня сейчас Откачу И еще раз Применю То есть неизвестный файл У вас будут открываться В блокноте Но если обнаружится Что у вас там Установлена версия Или портативная Вот как у меня в папке Или там 32-битная 64-битная Неважно Вы когда применяете Этот пункт Сейчас я откачу Назад Теперь применяю И собственно все После этого Он у вас понимает Что у вас Ничего не понимает Еще раз Почему он ничего не понимает Контекстное меню Назад Применить Все А, я папку не переменал Ёлки-палки Сижу, рассказываю Показываю Сам себя Обманывающий И вас Смотрите Еще раз Зачем вообще Опять закрыл Винтон Твиггер Контекстное меню Откатываем Применяем То есть Опять же Сценариев очень много И теперь Правая кнопка По неизвестному файлу У вас Бац Открывается Сразу В вашем любимом Если вы Пользуете Акельпадом Или еще Каким-то Блокнотом Или Я не знаю Вордпад Может вам больше нравится Еще чем Пишите Что больше нравится Лично я считаю Что Нотпад Плюс Это самый Удобный Ну как бы Продвинутый Это как минимум Вообще И так Он самый лучший Но если есть Такие вещи О которых я не знаю Напишите Обязательно Может быть Стоит еще Сканировать Ваши Любимые Блокноты Потому что Я сделал Нотпад Плюс Плюс Потому что Я знаю Сколько он Популярен Насколько он Удобен Насколько Вообще Он Востребован И так Опять Я закрыл Винтон Твиггер Что за привычка Такая Я не понимаю Прям Что-то Закрываю Закрываю А ну Наверное Применил Привычки Ну и Закрыл Что у нас Там дальше Для масштабистов Вот я Прям Не могу Я Прям Столько Временно Это Убил Чтобы У вас Все Было Ровно Прям Караул Дальше Здесь У нас Все То же Самое Ну Естественно Перепроверим Новые Правила Там Для Этого И Защитника И Не промахнулись Очень Удобно Дальше Выбал Че Не Сказал Надо Придумать Куда Написать О Станиславе Жуки Потому Что Он Замечательная Вещь Делал Как Украинский Заказ Я Тоже Покажу Приложение Это Тоже Тут Все По Геометрии Вообще Караул Прям Сделал Здесь Теперь Все Отступы Прям Нормально Опять Ж Можно Переходить По Объектам Так Проверка На Вирус А Ну Зона Драг Дроп Опять же Я Говорил А Точнее Нет Это Я Не Говорил Я Сделал Теперь Не Изображение То Языки Занимает Уже Половину Уже Не Треть Уже Половину Программ Занимает Только Языки Это У нас Русский Английский И Соответственно Украинский Смотрите Ну это Пока Я Конечно Буду добавлять Другие Где Эти Языки Что Делать Сейчас Доберемся Итак Как Видите Еще Есть Кнопочка Свернуть То То Ты Можешь Спокойно Сворачивать Программу То Что Меня Просили И Все Таки Хоть Было Сложно И Конфликт Еще Я Как Видите Оптимизацию Вообще Встроил В окно Вот Опять Забыл Рассказать Что я Сделал Я Не Могу Все Вспомнить Что я Делал Поэтому Сейчас Сумбурно И Очень Большое Вид Потому Я Очень Много Все Сделал То Что Вы По Ходу Взаимодействия С То Есть Все Кстати Где Они Сейчас До Них Рождаем Как Этим Всем Делом Пользоваться И При Этим Именно Ключами Вот Это Clean Kill И Так Дальше Открывается Видео И Все Подробно Рассказывается Как Вы Меня Смотрите Точно Так Все Будет Понятно И Красиво Итак Смотрите Чтобы Вам Было Максимально Удобно Настройки Как Только Я Открываю Настрой Как 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 Не Знаю То Я Сделал Именно Так Как Мне Кажется Интуитивно Я Долго Мучился Думал Над Концепцией Как Так Вставить Чтобы Не Мешал И При Этому Как Было Понятно Очень Просто Как Только Вы Заходят Настройки У Дружок Выскакивает И Пожалуйста Можете Поменять Украинский И так Далее То Я Ставлю Украинский Русский Английский Все И так Настройки Как Видите У нас Есть Тогглы Которые Можете Включать Выключать И так Далее Давайте Сейчас Сразу Расставлю Что Мне Нравится Потом Подробно Обо Всех Расскажу И так Тогглы Как Видите Их Несколько Штук Автоматически Пройти Обновление Я думаю Понятно Что Это Автоматически Обновление Антишемпионские Правила Это Как Раз То Самое Сейчас Я Отрублю Еще Раз Чтобы Вы Видели Это То Самое Что Вы Хотели Добавить В Автозагруз Кстати Смотрите В реальном Время Все Меняется Если Я Сейчас Это Добавлю Здесь Поверяется Сразу Анти Спай Если Вы Ткнете Вы Сразу Попадаете В Планировщик Собственно Можете Увидеть Что У вас Ежедневно Будет Обновляться Это Правило И так Если Вы Хотите Можете Поменять Кривого Синтексиса Или Другого Неважно Короче Как Хотите Так Назавайте В общем Смысл В том Что Избежать Проблем Вот Это То У вас Обновляется Все Прекрасно Замечательно Если Не Нужно Прям Убрали Красота И так Ну Если Надо Можете Откатить Просто Домена Если Надо Добавить Отчистку Контекст Ню Корзин То Вот Сейчас У меня Есть Этот Пункт Если Я его Отрубаю Кстати Оп Спойлер Спойлеры Спойлеры Как видите Это Также Еще Одна Штука До Которой Еще Не Успел Добраться Но Уже Увидели Как Это Происходит Смотрите Я С этой Амплитудой Мучился Кстати Тоже Очень Долго Чтобы Эффект Изи Изи Аут То Менялся По Такой Амплитуде Которую Я Задумал То Она Замедляет Своё Действие И Собственно Уходит Я Очень Долго Думал Как Сделать Такую Концепцию Чтобы Вам Понравилось Чтобы Вы Так Торчали Как Я Вот Сейчас От Вот Пожалуйста У вас Включено Отключено Я Сейчас Настрою Как Мне Нравится Вот Так Ж Кстати Вы Не Можете Создать Конфликт Вот Этими Тогглами То Как Вы Включаете Винтон Твигер Понимает Что Не Надо Делать И Очистку Оператив И Пользовательскую Если Там Уже Включена Та То То Или Не Надо Запускать Видж Здесь У Стрей То Вы Не Хотите Опять Почитать Там Пользовательское Соглашение Вначале Я говорю Будет Новый Тренд Как Принять Как Принять Пользовательское Соглашение Откатить Все Твиги Примерно С помощью Винтон Твигер Тоже Очень Важная Вещь Которую Меня Просили Я Не Считаю Что Важная Но Опять Теперь Я Считаю Что Она Важная Потому Что Многие Говорят Раз Многие Есть Вообще Эти Всяких Твиков Под Твиков Под Групп Есть Одна Вещь Которую Винтон Твигер Не Может Отличить В Этот Твик Или С Помощ Него Или Сами Делали Это Вместо Ярлыка Компьютер То Что Возможно Вы Это Сами Ставили Соответственно Если Вы Откатите Твики У вас Эта Иконка Пропадет Потому Что Не Известно Это Делал Винтон Твикер Нет Но Я Думаю Вы Особо Не Умрете От Этого Никто Не Расстроится У вас Продукты Не Соберется С Холодильника Короче Все Те Несчастья Которые Приносят Обычно Винтон Твикер Как У Людей Насилуют И Все Не Будут Дальше Нормально Люди Меня Понят Сразу Итак Что У нас Дальше Резервная Коперня То есть Как видите Наводите Выбирать Что Нужно Нажимаете Вашей Системе Выпилена Система Резервной Коперня Кстати Те Кто Пользуется Такой же Виндой Как У меня В В Которой Нет Вообще Этой Системы Соответственно Если Будет Нажимать Будет Видеть Такую Ошибку Опять В Зависимости От Того Языка Которого Выберите Языки Показываю Значит Украинский Русский Это То есть Все В реальном Времени Красота Итак Давайте Я вам Сейчас Покажу Это Все На Виртуал Сейчас Все Позакрываю Итак Запускаем Здесь У меня Есть Эта Система Как Вы Это Увидите Резервное Копирование И У вас Затемняется Экран Чтобы Вы Ничего Не Тыкали Нигде Где Нет И Собственно Все Точка Восстановления Создана Вы Можете Создавал Вот Давайте Здесь Закрою Здесь Виртуалка Здесь Не так Интересно На Реальной Системе Итак Виджет Понятно То есть Ткнули Вот он Появился Красота Захотели Правой Кнопкой Очистить И опять же Напоминаю Что Виджет Работает Сам Если Вы Хотите Принудительно Мне Кажется Прикольно То Что Темно Сделал Короче Пишите Тоже По Эту Я Сдел 60% Достигает И Настройки У нас Идет Трей Ну Это Вы Знаете Тоже В Трей Улетает Потом Export Twig Я Это Рассказывал Вот Чем Вам Понравится Вот Это Виде Я Уверен Посмотрите Как Пользоваться Этими Ключами Наконец А Export Impro Драверов Сейчас Я Хочу Вечную Не знаю Может У нас Сорвется С С В И Сейчас Сделаю Такую Штуку Сейчас Он Экспортирует Все Дравер Успеш Сохранит Оттуда И Давайте Я Знаете Что Какой Дравер Удалю Но Не знаю Какой Чтобы У меня Не Слетело Видео Которое Вы Смотрите Меня Диспетчер Устройств Допустим Webcon Но Чтобы Отрубить Давайте Сейчас Сначала Сейчас Одну Крутую Штуку Хочу Показать Но Кстати Не Все Себя Отключил Все Теперь Я Сейчас Отключу Удалю Устройство Я Надеюсь Он Удалит Это Да Отлично Получилось Потому Что Оно Задействовано И Теперь Смотрите Что Будет Что Делать Если У Людей Блютуз Мыш Сейчас Мне Говорят Я Не Могу Добраться Настрой Как Быстрому Драйвер Очень Просто Ребят После Того Как Вы Эт Все Дело Экспортировали Еще раз Напоминаю Что У вас В Экспорте Драйверов Есть Еще И список Установ Программ То есть Вот Наводите На любую Программу Которая У вас Была То есть Если Вы Забыли Что У вас Было Пожалуйста Вот Ну И В Google Вас Переводят Когда Вы Тыкаете Так Сворачиваем Значит Какой Это У нас Имидж Сейчас Скажу Мне Это Logitech Да Это Он Вот Так Я Сейчас Трейрайти Уберу Они Не Нужны Уже И Вот Смотрите Нам Нужно Допустим Называется Допустим Драйвер Допустим Даже Один Чтобы Не Так Назвалось Как Ни По Другому И Смотрите Как Тихо Установить Драйвера Очень Просто У вас Есть Винтон Твикер Вы Знаете Где Он Находится Сейчас Я Открою Скопирую К нему Путь Правой Зажатым Шифтом Я Копирую Как Путь Теперь Смотрите Создаю Батник Просто Простой Батник Вы Также Можете Все На Будущее Сохранить После Драйвера И Пишите Путь К Винтон Твикеру В кавычках Естественно И Пишите Путь К той Папке Которая У вас С Драйверами То Когда Вы Будете Переустанавливать Систему Вы Просто Запускайте Этот Батник Так Тихо Нам Стоп Кавычек Не Надо Вот Винтон Твикер Собственно Пробел И Путь К Папке Что Происходит Закрываем Этот И Смотрите Значит У нас Нет От Вебки От Моей Я Надеюсь Сейчас Не Полетит Все Я Делаю Двойной Клик И Собственно Этот Батник Нам Ставит Все Драйвера Успешно Становлены И Как Видите Здесь Сразу Появился У меня Logitech Прям Сразу И Все Собственно Вот Такой Тихий Режим Вам Устанут Все Драйвера Вы Кстати То же Самое Можете Прописать В самом Ярлыке То есть Вы Можете Создать Себе Ярлык Чтобы Не Видеть Это Окно От Кмд Просто Здесь Пропишите Путь К Драйверам И У вас Сразу Они Установятся Так Сейчас Я Делаю Вот Автофокусировка Это Все Здорово Так Redlight Давайте Уберем Ну Ка Шик Все Вроде Плавненько Вернем Сейчас Эту Штуку Нет Нехорошо Пускай Так Вот Сейчас Я Сего Уменьшу И Собственно Вы Увидели Как Работают Вот Такие Драйвера То есть Для Тех У кого Там Мыши У вас Были Проблемы Как Мне Сейчас Я Чуть Светленько Включу Собственно Как Мне Добраться До Этого Импорта Это Относит Не только К Про Если Кто Не Знал Еще Раз Говорю То есть Я Понимаю Людей У которых Там Нет Переустановки Еще Что То есть Вы Спокой Можете Импортировать Драйверы Таким Способом Который Сейчас Показал Здесь Тоже Все Показал Трей Виджет Показал Это Показал Наверное Все Показал Видео Не знаю Насколько Терпимо Подлительности Для вас Но Надеюсь Вот Сейчас Все Успел Что Не Успел Рассказать Что Забыл Не знаю Рассказывайте По-любому Вы Что Увидите То Что Я Забыл Сказать Очень Много Что Поменял И Собственно Переприменение Твиков В этой Версии Не Требуется Переприменять Если Есть Твики Конфликтующие Вы Также Это Увидите Виндон Твикер Скажет Что Виндон Твикер Шагает Много Со Временем Точно Так же Как Винда Только Она Шагает Не знаю Куда Но Шагает Она Много Со Временем Соответственно Если У вас Однарушатся Конфликтные Твики Вы Увидите Об Этого Уведомления И Он У вас Замочит Эти Старые Твики Скажет Что Вам Нужно Перепеременить Там Два Три Я не знаю Сколько Попадется Но Вы Это Увидите В программе Как только Запустите Сразу Видите Что У вас Какой Твик Откачен Откатнут Ну В общем Вы Поняли Скорее Все Вот Это Откатится Даже Не Скорее Все Прям Точно И Собственно Что Еще Автозагрузки Я сказал Показал Все Здесь Тыкается Самое Основное Показал Рассказал Дальше Открывайте Людей Которые Помогают Поддерживают Вообще И Кролику Тоже Спасибо То Что Вспоминает Про Программу И Вообще Всем Кто Что Советует Ребята Вообще Молодцы Молодцы То Что Говорите Вот Надо Сделать Это У меня Идея Такая То У вас Так Получится Что Вы Подумаете Ну Вот Я Комп Например Выключил И Включил Не по Расписанию Когда Винтер Твикер Должен Шпионские Правила Обновить Что Делать Ничего Не Делать Винтер Твикер Это Понимает У меня Там Есть Задержка То Есть Что Что Не Так Он Видит Что Он Отстает Допустим На День Или На Сколько То Минут Отстали Тоггл Ну Или Изменили Интервал Как Вы Хотите Включили Все И У вас Свежее Правило Обновлено Но Опять Я Предпочитаю Один День Каждый День За Украинский Еще Раз Спасибо Станислав Жук Молодец Он Очень Много И Пассижарп Подсказывал Надо Куда Нить Ребята Определить Где О Вас На Сайте Написать Что Вы Помогаете Потому Что Вообще Молодец Итак У меня На Это Все Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал Пользуйтесь Версией Обновляйтесь Пока